Вы прекрасно знаете из дверей, поскольку мы финансировали и очень долго ждали в Воронеже. Сейчас у вас есть возможность задать вопросы, узнать все интересующее вас по программе, может быть, по творчеству, и так далее. Можете поприветствовать наших журналистов, если у вас есть что-то. Добрый день, очень приятно, что вы пришли. Можете спрашивать Сашу абсолютно любые вопросы. Потому что он здесь первый раз. И завтра у нас состоится открытие музыкальной части фестиваля, насколько я понимаю. И этот концерт будет посвящен всевозможным дуэтам для скрипки и альта. В первом отделении без аккомпанемента оркестрового или рояля. То есть только скрипка и альт. Все оригинально написанные произведения, в общем, уникальные, я считаю. А во втором отделении, конечно же, самая легендарная симфония концертанта, которая была написана Моцартом, поскольку он играл и на скрипке, и на альте. И вот она осталась в истории, как самое известное произведение для этого состава. По первому отделению я не назвал. Прозвучат, опять же, дуэт Моцарта, который... История создания которого довольно интересна. Моцарт дружил с Майклом Гайденом, композитором, и Майклу Гайдену заказали шесть дуэтов для скрипки и альта. Он написал четыре и заболел. Попросил Моцарта дописать. И Моцарт буквально за два-три дня, за уикенд, за выходные, закончил эти два дуэта. Совершенно, конечно, гениально написал их быстро. Он вообще писал очень быстро, без черновиков. И с тех пор, конечно же, история так уже развернула, что мы знаем, что это непосредственно дуэт именно Моцарта, а не Гайдена. Потом прозвучит дуэт Богуслава Мартину, чешский композитор. Чешско-американский, потому что он большую часть своей жизни прожил на Западе. Своеобразный очень композитор, очень плодотворный. Он написал, наверное, столько же произведений в своей жизни, сколько и Моцарт. Странно, для некоторых вкус музыкальный как пойдет, да, то есть своеобразный. Но для меня лично это очень интересная музыка, такая славянская, красочная, picturesque, как перевести, картинная такая музыка. Очень разнообразная, в общем, получите удовольствие. И в конце первого деления будет по сакале Генделя, обработанная Хальверсоном. Это норвежский композитор. Хальверсон, норвежский композитор, который взял тему Генделя и написал виртуозную такую пьесу для скрипки альта. Я закончил. Нет, для меня тут прекрасно быть первый раз. Мы уже, уже несколько лет назад мы почти зафиксировали здесь сделать концерт, но, к сожалению, как-то не получилось. Так что в этом году, когда мы в конце прошлого года начали разговаривать так, чтобы сделать тут концерт, наконец-то я очень обрадовался, что мы смогли зафиксировать. И плюс программа, которую мы с Максом вместе играли очень часто и в многих залах в Европе. Мартину, вот, дуэт, это, наверное, моя даже с какой-то точки зрения самая любимая произведение в этом концерте. Гармонически, как ты говорил, она очень интересная и она очень трогательная тоже произведение, особенно вот в средней части вы услышите. И мы записали этот Мартину тоже на диск. Макс сделал диск, весь диск, посвященный Мартину. Вот, и мы там записали вот эти мадригалы, которые мы завтра исполним, и плюс еще другие, один другой дуэт, который он написал. Вот, так что мы очень ждем завтрашнего концерта. Кончертанту мы тоже, ну, Макс уже играет очень-очень много лет. Это произведение 17 лет. И с многими скрипачами, но мы с Максом тоже уже много играли и в Испании, и в Англии, и в Германии. Вот, так что будет очень приятно завтра сыграть. Оркестр звучит прекрасно. Большое удовольствие работать со всеми музыкантами, с дирижером. Так что для нас действительно тут очень приятно быть. И я только что узнал 10 минут назад, что у меня в Воронеже есть очень-очень-очень далекие родственники, вот с кем я надеюсь познакомиться завтра. И мне прислали сейчас маленький буклет, не буклет, а маленькую папку, спасибо. Маленькую папку фотографий, там, где есть одна фотография с моей мамой, там, где мне, по-моему, 5 месяцев, что-то такое. Так что очень это для меня приятно и трогательно. А еще у Саши завтра день рождения. А, ну да. Так что мы все отмечаем его на концерте. Да. Я еще перед тем, как будут поступать какие-то вопросы, я хочу особенное спасибо, поскольку я здесь второй раз, сказать команде фестиваля. Мне кажется, вот это огромная редкость, когда на фестивале к тебе буквально приставляют человека, который за тебя отвечает, который тебя, в принципе, тут Воронеж, центр Воронежа не очень большой, тут все уже как бы со второго раза понятно, куда надо ходить. Тем не менее, в конце каждой репетиции меня забирают, нужно идти, все. То есть мне даже совершенно не обязательно иметь никакого графика, никакого расписания. Все настолько продумано, настолько заботливо организовано и на обед, и на ужин. В общем, в принципе, я не припомню даже, когда в последний раз я был на фестивале, где вот так, такое внимание артисту. И это, конечно, невероятно приятно. Согласен. Очень рада вас видеть, Максим, второй раз. Мы помним ваше выступление на предыдущем Платоновском фестивале. Ну и спасибо Александру, что нашел время в своем графике и все-таки приехал к нам. Ну и, наверное, продолжение. Вот вопрос исходит из того, о чем вы говорили. Вы нашли родственников неожиданно дальних. Все-таки вы русскоязычные музыканты, происхождение у вас российское. А вот чувство Родины, ну, может быть, это так пафосно звучит, но, тем не менее, вы люди мира, у вас дома в другом месте. А вот когда вы попадаете в Россию, есть вот это особенное чувство? Вот так, по-честному. Спасибо. По-честному, у меня есть, но я не так сюда часто приезжаю пока что, как Макс, вообще не знаю, как Макс думает об этом. Но для меня есть. Я уехал в 90-м году, когда мне было 7 лет. Мой первый педагог был в Москве, но мы все вместе тогда уехали. Минухин нас всех позвал в его школу в Лондоне, и просто тогда, видимо, родители, и все мы просто решили, что шанс упустить мы такой не хотели, когда сам Ягуди Минухин приглашает нас всех, педагога, мою маму, которая прекрасная компонята, работала в консерватории много лет, когда нас всех приглашают туда. Конечно, это был шанс, который мы все взяли. И я, честно говоря, я не возвращался даже, по-моему, около 11 лет. И потом в 2000 году мой дядя Дима Сетковецкий, скипач-дирижер, он сделал фестиваль в Москве, посвященный его папе Юлиану Сетковецкому. И вот тогда был первый раз, когда я вернулся вообще в Россию. И для меня, конечно, это все было очень... Ну, с какой-то стороны, не новое, потому что все-таки у меня русские родители, и много русских друзей всегда в Лондоне было. Но все-таки как-то... Во-первых, так все изменилось за 11 лет. Так что даже то, что я помнил, как шестилетний мальчик, я совсем этого не узнал, когда я приехал. Но вот потом, с тех пор я больше и больше приезжал. И я тут даже в Москве какое-то время учился, частно у педагога из консерватории, Глизарова, моя салона. И чем больше я приезжал, чем как-то больше мне чувствовалось тут все-таки как родина. Я не могу сказать, что я переехал бы в Россию постоянно, потому что все-таки у меня тоже есть своя жизнь в Лондоне, в которой я уже там очень чувствую тоже себя дома. В Лондоне очень приятно. В Англии. Но всегда очень особая атмосфера. И мне очень всегда нравилось играть для русской публики тоже. Хотя я всегда знаю, что все будут сразу спрашивать про Диму, про Юлиану, про Беллу Давидовичу и про все вот это. Я это все понимаю. Но для меня это даже с какой-то степени было приятно. То, что мне повезло в такую музыкальную семью попасть и родиться. И я от этой семьи очень многое научился. И у меня люди вокруг меня, у кого я могу взять советы про нашу музыкальную жизнь. Так что какая-то близость с публикой, может быть, из-за семьи, из-за всего для меня всегда была очень приятная. Мне кажется, что в моем случае, в моем понимании, родина — это не территория, а это то место, где есть люди, с которыми ты близок, и есть люди, с которыми ты можешь поделиться на сокровенные темы, и которые, может быть, тебя ждут. И, естественно, что в Москве, где я учился, у меня создался такой свой мир за эти годы. И, естественно, что у меня много друзей. Я очень близко общаюсь с своей учительницей Марии Ленишиной Ситковской, в которой я учился в ЦМШ. Но поскольку все разбежались в разные страны, и даже те люди, которые по-прежнему живут в России, живут в Москве, где я чаще всего бываю, конечно, или в Петербурге. В Петербурге, например, мы не так давно виделись с Леонидом Десятниковым. В Москве, пожалуй, с московскими друзьями я вообще редко достаточно вижусь. Я чаще с ними вижусь в Лондоне, наверное. Потому что в результате мы встречаемся по необходимости, в основном, по, допустим, для концертов в камерном музицировании совместном, и в Берлине. Поэтому у меня, конечно, когда я уехал в 96-м году, у меня достаточно долго длилась ностальгическая тема. Но потом в один день буквально я проснулся и понял, что сколько можно мучиться, нужно здесь привыкать. Я не могу сказать, что Лондон – это мой самый любимый город. Для тебя он, наверное, действительно более родной, чем для меня, несмотря на то, что я 20 лет живу там, а ты с 6 лет. Ну, я довольно 26 лет. 26 лет. Но последние несколько лет я провожу там достаточно мало времени, потому что в основном в разъездах. Плюс у меня еще есть, как бы, теперь второй дом в Будапеште, связанный с моей личной жизнью. И там я провожу какое-то время. В общем, вот этого ощущения, знаете, такого, что вот он, мой дом, он есть исключительно в связи с людьми, мне кажется. В связи, опять же, как Саша говорил, с публикой, с друзьями и какими-то родными. Например, у меня есть два брата, которых я никогда не знал. От первого брака отца. Один из них живет в Польше, другой из них живет семья в Перми, а он приехал работать в Москву. И, понимаете, вот такие какие-то связи очень ценные. Поэтому я не знаю, где родина. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Радин. Афиша Плюс я представляю. Хочу спросить у Александра. Вот вы из такой скрипичной семьи. У вас есть один человек, который рок-музыкант. И это ваш отец, да? Расскажите, пожалуйста, как прошло детство ваше по отношению к рок-музыке? Как вас туда не занесло? И как вы сейчас к ней относитесь? Я вообще очень всегда любил рок-музыку. И первое, я всегда это рассказываю, потому что для меня это самому очень смешно, но то, что мама всегда говорит, как она меня всегда водила на всякие концерты, когда мне было 2-3 года, и что когда я был совсем маленький, я там пел какие-то там отрывки из каких-то классических произведений. Но первую песню, которую я вообще помню, это Led Zeppelin' Stairway to Heaven, потому что мой папа все время в машине ее играл, потому что он вообще был громадный фанат всегда. Ну, всех глобальных артистов, там Beatles, Rolling Stones, но Led Zeppelin больше всего. Вот это его оптимальная группа. Я думаю, что меня не занесло в рок-мир, потому что папа всегда был в разъездах тогда. Так что я как бы знал, что он делает. Я даже ходил на его концерт пару раз, когда они в Москве играли. Но, конечно, его дома было очень мало, потому что группа как раз, когда я родился, автограф как раз начинался подниматься на самую вершину, чего они достигли. Так что они все время были на гастролях, как я помню. А моя мама, конечно, она пианистка, и она очень хотела, чтобы я играл на скрипке, и, конечно, мамина слово сильнее получилось. Так что она была со мной всегда, она со мной занималась. И поэтому так и получилось. Но, конечно, я в целом очень люблю рок-музыку, и всегда очень любил. Я очень любил папину музыку, и любил автограф. И сейчас папа только что, буквально две недели назад, выпустил новый диск с сольной гитарой. Но он много музыкантов вместе собрал. Но это акустический диск. Двойной, по-моему, даже диск. Буквально, по-моему, две-три недели назад он вышел. По-моему, его даже можно где-то найти сейчас на интернете. Я его еще не слышал, но точно послушаю летом. Так что для меня и, конечно, мама с моим папой, они были вместе так долго, никогда не было вопросов, что там рок-музыка это нехорошо, или что-то такое. Я очень и так, и так. И даже, наверное, для расслабления я, наверное, больше слушаю какой-нибудь рок-поп, чем классическую музыку. Как только я начинаю слушать классическую музыку, я как-то начинаю очень серьезно слушать. А иногда хочется, если что-то хочется более расслабленного, то тогда я их урок музыку. Здравствуйте. Такой вопрос. У нас в Оренджи очень часто пишем о маленьких талантах музыкальных, которые действительно какие-то великолепно играют, участвуют в конкурсах юных музыкантов, побеждают, а потом как-то затухают и пропадают из медиаполя. Потому что не у всех провинциальных одаренных детей есть возможность их учиться в Лондон и стать, как-то пробиться в музыкальную элиту. Может быть, есть у вас мнение на тот счет, вот каким же образом маленькому музыканту из региона так построить свой путь в этом мире, чтобы в итоге стать известным музыкантом? Спасибо. Спасибо. Я не учился в Минухинской школе, я учился в Московской центральной музыкальной школе, но Саша учился в Минухинской школе, и я абсолютно уверен, что Минухинская школа выделяет какие-то стипендии для особо одаренных детей. То есть, какая сейчас там ситуация, ты лучше знаешь. Да, ну, вот как раз у них сейчас разговор вообще с государством, сколько стипендий будет, но, но в целом у них всегда, например, я, конечно, то есть дают определенное количество. Потому что я, когда я поехал, то, да, нас как бы пригласили, но в то же самое время кто-то должен оплачивать мое место, вот, и это частная школа, в Англии это, это дико дорого, но у них в целом есть стипендии на всех, и как я, как я помню, например, вот если вот школа как вот такая, то тогда можно просто, особенно сегодня, можно видео послать, и если, и они, они от всего мира там студенты, то есть я помню, я был из Москвы, но там девочка, одна из наших хороших приятельниц, скрипачка, из Новосибирска приехала, люди вообще приезжали от очень, там из Канады, но не просто из Канады, а из какого-то маленького острова, там где-то в Северной Канаде учились, так что от всего мира, например, Минуклинская школа принимала, принимала студентов, вот, а такие более... Ну, колледжи дают тоже очень ограниченное количество стипендий, но в принципе, возможно, существует, да, то есть, конечно, там несколько лет назад, именно, если речь идет о Великобритании, очень поднялись цены на обучение, так называемые, то есть всем известно, что в Великобритании, как бы нет, ну, то есть они существуют, но они очень плохого уровня, такие бесплатные заведения, типа вот обычных школ, но в основном все вузы, наверное, платные, да, но у них абсолютно точно существуют стипендии, которые там, они занимаются специально поиском спонсоров, на специально талантливых детей, и просто надо там связываться, играть в прослушивание, присылать видео и так далее, так что, так что, о каком возрасте дети, о каких детях идет речь? Совсем? А любого? Ну, мне кажется, в целом, из-за, как бы, сегодняшней технологии, из-за, там, YouTube, и Facebook, и все вот это, в целом, если есть одаренные дети, то их, сегодня можно намного, больше шансов их услышать, чем, чем, там, 15 лет, там, даже, там, 10 лет, лет назад, всегда, я не знаю, всегда вдруг кто-то выставляет, там, какие-то, вот, потрясающие, талантливые люди делают, что-то потрясающее, талантливое, и как-то, сейчас, потом, сейчас же очень много программ, вот, например, в России, очень много программ, типа, «Новые имена», фонд Спивакова, очень много делает, насколько я знаю, Денис Мацуев с детьми работает, и конкурсы, и фонды, он же теперь директор новых имен, так что, совершенно, не обязательно, так сказать, куда-то, как, например, в 90-е, когда я заканчивал ЦМШ, у меня был выбор пойти в Московскую консерваторию учиться, но почему-то тогда общим советом семьи, плюс учительница и других людей, как-то решили, что, может быть, надо вот поискать чего-то другого, ну, не знаю, сейчас, мне кажется, для молодых больше возможностей, и действительно, Саша прав, что соцсети, они очень хорошо помогают, развивают возможности молодых. Добрый день. Хотела спросить, а должен ли музыкант уметь импровизировать, сочинять определенные мелодии, это считается мастерством, например, да, это к Максиму, к Александру вопрос, и существует ли универсальный музыкальный язык общения друг с другом, вербальный и невербальный, друг с другом, спасибо. Ну, должен ли музыкант импровизировать? В наши дни профессия исполнителя, она все-таки не подразумевает, что есть такая необходимость в академической музыке. Конечно, это очень здорово, это большой плюс, если в конце концерта что-нибудь там. А сыграть, на какую тему мне вам сыграть 10-минутную импровизацию, сказал Мацуев. Это очень здорово, конечно, поэтому это плюс, это совершенно необязательно. У нас другая специфика, у нас специфика познания большого количества репертуара, может быть, знание стилизации, разных стилей, то есть больше вот в это уходит. Тем не менее, в старые времена, когда профессия исполнителя сочеталась с другими музыкальными профессиями, включая композицию, вот, например, я недавно просматривал биографию Шуберта, и там было написано, что человек, который преподавал в школе в обычной общеобразовательной музыку, предмет музыки, он должен был играть на клавишных инструментах, на одном из струнных инструментов, на какой-то дудке, сочинять, и вот все, то есть не говорится, на каком уровне это должно было быть, но он должен был уметь, видимо, на каком-то, хотя бы на каком-то уровне это сделать, что, на мой взгляд, абсолютно уникально. Композитор, это тоже стало как профессия, очень редко, когда композитор сам исполняет свою музыку и или дирижирует, или играет на рояле, или играет на других инструментах, но, как правило, композитор, это все равно человек, который начинал с чего-то, скорее всего, он начинал с игры на каком-то инструменте, а потом уже ушел в композицию. Для исполнителя это несколько наоборот, сначала ты играешь, а потом уже, ну, если что-то начинаешь слушать в голове, слышать, то тогда что ты думаешь? Я думаю, что импровизация это еще это еще может, например, вот в нутинской школе у нас был педагог по импровизации, и вот он он был не постоянный, но он приезжал там раз в месяц, и вот мы прямо учились, как вот импровизировать, в том случае... Но не только джаз, а вы учились импровизировать, например, барочную прелюдию. Да-да-да. У нас тоже такое. Нет, даже почти не джаз, а вот именно импровизировать вот на классические... Классические формы, да. Да-да-да. Мы узнавали там, например, как импровизировать на гамму, вот это, так что вот там аккорды вот гаммы, и там одна вещь называлась пинг-понг, когда нужно было что-то сыграть, тебе что-то сыграли, вот, и ты должен ответить эту фразу вот в таком... Или продолжить. Или продолжить, да. Ну, вот такие вещи, и вообще это было очень весело, и как-то очень-очень полезно. Но Макс прав, что сегодня, например, очень часто сейчас музыканты пишут свои собственные каденции для концертов, особенно там Моцарта, Гадина, особенно если сам композитор каденции не написал, вот, то тогда многие исполнители сейчас пишут свои каденции. Но очень редко... Как правило, плохие. Это я, честно говоря, очень мало слышал, но я почти не... Вот то, что совсем редко, это когда человек выходит и играет концерт и потом импровизирует каденцию вот прямо вот в моменте на сцене. У меня есть один приятель, скибач, которого я знаю, он это попробовал, но он сказал, что это было очень непривычно, но он себя считал очень смелым, что он это попробовал. Но это немножко другое. Но вот в старые времена очень возможно, что люди просто выходили и импровизировали. Но просто еще сейчас другое понятие немножко каденции, потому что маленькие там повороты на фразу или маленькие транзишн, переходы переходы с одной темой на другую, это, конечно, можно импровизировать в момент и это делается. Но сейчас люди думают, что особенно в первых частях больших инструментов концертов такие очень большие каденции, иногда там 3-4 минуты и это просто импровизировать прямо в моменте так много материала, это, конечно, это сложно. Я думаю, даже если кто-то мастер импровизации, это все равно это, наверное, не... А повторите второй вопрос. Есть язык, музыкальный, вербальный и невербальный общение друг с другом. Ну, сленг, конечно, музыкальный определенный есть. Большие, да. Ну, есть какие-то слова, которые, может быть, обычному человеку будет там лажа, там, я не знаю, всякие такие... Не совсем понятно, да? Внимание. Ну, да, но это уже такие групповые, то есть там, если люди вместе музицируют, то уже у них постоянно возникают определенные вербальные хохмы на тему определенного какого-то средства выразительности, может быть, у меня в трио, например, у меня было трио несколько лет, еще в студенческие годы, и у нас были фразы сыграть с пониманием. Что значит сыграть с пониманием? Для этого существовал определенный жест, нужно было покачать головой, да, то есть, ну, то есть, какие-то такие, ну, музыкальные, конечно, это музыкальный язык, да, в общем, такой, ну, это сленговский больше. У музыкантов часто бывают мышечные зажимы, что пианистов, что струнников, например, когда там шею зажимают, то, что у многих молодых музыкантов, вот, тоже сталкиваюсь, у них очень часто начинает болеть, и вот, например, там мышцы зажимаются, им очень трудно выступать на конкурсах. Что можете посоветовать, как отходить от этого, чтобы все-таки профессиональных зажимов таких вот в деле не было? Вот, возможно ли вообще это? Ну, кроме того, чтобы играть как свободно, как возможно, потому что все равно будет лучше звучать, так? Я думаю, стретчинг, стретчинг очень, очень полезно. И как стретчинг? Растяжка. Растяжка. Вот, заниматься вот всякими растяжками, это, мне кажется, всегда очень полезно. Но вот, нас учили в школе, что Александр Техник, вот это было очень... Вот Минукин вообще, ну, он вообще йогу, как бы, привез, из Индии, Минукин, и он был один из первых западных людей, точно западных музыкантов, который делал йогу постоянно. Я даже помню, один из... Когда я с ним играл, когда я был, когда я был маленький, то вот он перед концертом, он уже был за 70 лет, он перед концертом делал всякие йога-позы. вот, существует курс на ютюбе его такие классы, где он рассказывает, как нужно разогреваться перед игрой, потому что у него были очень большие физические проблемы с правой рукой, насколько я помню, и он объясняет, он дает определенные упражнения, связанные с йогой, и вот от этого и появилось. в Англии это, кстати, очень популярная вот эта вот Александр Техник, это как бы... Ну, вот просто объясняют, где находится центр тяжести во время игры, то есть там растяжка, как расслаблять мышцы правильно, дыхание, упражнения на дыхание, потому что, конечно же, во время игры мы забываем об этом. Даже если вот... Я считаю себя очень хорошо наученным человеком по структуре, по физик, по физической стороне. Тем не менее, конечно, когда очень много играешь, когда пытаешься, так сказать, может быть, какие-то не очень ординарные вещи делать в репертуаре, там может быть, что-то более трудное, то начинают действительно появляться зажимы, боли и так далее. И это нормально, просто... Просто нужно уделять этому время и не бояться этого, а действительно идти этому навстречу, и как бы это... Потому что, конечно, мы занимаемся в том числе и спортом. Вот. Лежать на полу там, да, пять минут. это очень помогает. Это очень помогает. особенно... Не сложно, но как бы нужно вот это все регулировать, потому что в целом вот это положение, оно, конечно, не натуральное. И вот постоянно проводить часы каждый день, потому что еще нужно заниматься, и концерты потом. Вот все время вот так, то, конечно, это не очень натурально, но нужно вот как-то вот в этом находить как можно больше естественно... Ну, вообще, у меня, например, есть частный студент, которому ну, лет сорок, наверное, я его точно не спрашивал, но он примерно такого возраста. И он меня все время спрашивает, как вы думаете, мне действительно имеет смысл заниматься еще к вам ходить? Ну, я как бы ни в чем его не убеждаю, но я считаю, что в любом возрасте человек может улучшать себя, да? И, естественно, очень много разговоров и времени мы проводим на тему технологии. Вот то, что вначале Саша сказал, что если мышцы расслабленные, то создается некая, если так совсем детально, создается некая вибрация, потому что инструмент создает вибрацию. Струна вибрирует, дальше вибрирует корпус деревянный, и если мышцы не свободны окончательно, то и звук не будет свободным, потому что эта вибрация переходит через наше тело, через наши мышцы, через руки, которые свободны. Я постоянно говорю о том, что надо расслаблять чтобы вес был и так далее, и так далее. Но почему я стал говорить, что студент такой? Я говорил об этом, о технологии, я говорил еще с некоторыми другими коллегами, и мы пришли к общему заключению, что, в общем, неплохо было бы даже когда-нибудь в мире сделать такую штуку, учить не только в детстве, а чтобы каждый человек в принципе в течение своей жизни музыкальной проходил через несколько стадий обучения, да, то есть, ну, я не хочу сейчас там, ну, вот Минухин, это известная история с тем, что у него вдруг ни с того, ни с сего что-то произошло с плечом, потом я знаю других музыкантов, у которых тоже вдруг какие-то вещи происходили, может быть, из-за того, что они слишком много концертов играли, это тоже огромная ведь нагрузка, и люди проходили через операции, да, то есть, какие-то и в результате, в результате, после какого-то перерыва они возвращались, они не играли там несколько лет, потом возвращались к педагогу, заново восстанавливали аппарат и потом возвращались постепенно в игру и, в общем, некоторые даже, мне кажется, и лучше играли после этого, да, то есть, мне кажется, это вообще было бы неплохо так ввести такую практику, но вот я даже по себе сужу, я был бы не против так, может быть, потому что нас затягивает концертная жизнь и, как бы, не хочется, ну, некоторые, как бы, может быть, смелее, чем я, например, в этом отношении, берут полгода или год вообще офф, да, и просто либо вообще отдыхают, либо берут какие-то уроки, занимаются, учат новый репертуар, но без концертов, потому что концерты это абсолютно определенная нагрузка, можно, можно вот там каждые 10 лет, например, брать один год или там полтора года спокойно отдыхать, заниматься по чуть-чуть, но с педагогом, который правильно будет проверять, может быть, не знаю, не так, просто идея. Максим Александрович, спасибо вам большое, разговор с вами настолько интересный, что мы уже задержали нас на целых 15 минут от графика. Много болтаем. Хорошо болтайте. Завтра у вас открытая репетиция в 6-10 и вечером концерт, я думаю, что многие из наших коллег смогут... В 6 часов, да? Да, вживую. Надо не забыть. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо, что пришли. До завтра. Спасибо, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Приятного аппетита.